И не прав, но по ощущениям как бы... Слушай, ну Орки разобрали меня за 15 блоков. А тут человек выдержал в 3 раза больше. То тому же Агильнику минус силу сделали без всяких таклов. В общем, матч за 6 очков. И Ногогрызу надо было выигрывать. Вообще, я за трюку Батер что-то много потерял. То есть, он тут на этот матч выходит какой-то совсем поломанный. И Кубакер собирается таскать мячик волком. Не гулей! Не МБ волком! Точнее, МБ волком не гулей! МБ волком! Какой интересный и необычный выбор! Так вот еще гуля с борьбой! Вот еще гуля с борьбой! Ты мне объясни мотив. Зачем МБ волком, МБ клавсовым волком против хаоса носить мячик? Единственный МБ клавсой! Господи Иисусе, простите меня, пожалуйста. Я что-то логики не вижу. Может, она, конечно, есть. Но я ее не вижу. Примерно так и есть Тестракт. Наигрался я на эльфах. Здравствуй. Не, Ситара рвется к чемпионству. Рвется к чемпионству. Главное не порваться до этого момента. Очень странная поездка, прости господи, волком. Это такая игра в поддавки с ногогрызом, да? Ну, неплохо, неплохо. Дали раз халявный удар. С неглой. Хорошая работа. Спасибо, что еще сыграл это. Не, мне нравится. Кубакер прямо вот так вот... Может, и Кубакер просто не уважает ногогрыза? Он не уважает ногогрыза и такой... А я, блин, забью ногогрызу, не используя МБ клавсу. А? Как вам эта идея? Ну, ногогрыз сделал правильный блиц, но не получился. Тут было много косяков, но я уже вижу. Мистер Корова пошел. Да, знаменитый парень, у которого 110 опыта без блока. Блок, как известно, для слабаков. Учитесь. Учитесь. Эх, кальцифер, кальциферушка. Как ты ушел-то, а? Я просто... Вот, концептуально... Вот, Брейд, объясни мне. А, это суперстранное решение? Да, да, все. Тогда ладно. Я тоже его не понял. Зачем оставлять нулевую гулю, которую можно прокачать, и носить мячиком Б клавсой? Хороший блиц. Вот пока... Это была неплохая игра. Мне просто начинает казаться, правда, толкнул неправильно. Толкать надо было иначе, чтобы корова не осталась в контакте. Ну, 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 она осталась и осталась, как бы. Who cares? Не повезло Стефану. Ну, я считаю, что, конечно, Кубакер на уровне вышки играет. Уже видно. Ну, не знаю, просто, ну, держать МБ клавсу сзади, это настолько, прости господи, нелогичное решение. Я его объяснить ничем не могу. Такими темпами Кубакер просто пропустит на своей атаке. Это про этот халявный удар с клавсой-то. Повезло, правда. Правильная мысль. Пока просто ногогрыз такой улыбается, машет, избивает. Ну, Гулю можно было, кстати, продолжать бить в 3 куба. На мой взгляд. Ну, ладно. Против хаоса все так делают? Я не уверен. Халявная залетела шестерочка, но зато 1-1 на армор. Так, ну, Волк пошел в прорыв. Волк дает контакты на... А если сейчас не пробьешь? И ты не особо... Эм... Ну, просто... Просто божественная игра от Кубакера. Просто, пожалуйста, билет в вышку прямо сейчас. Пожалуйста, билет в вышку прямо сейчас. Это... Это... Это вот... Понимаете, вот... Сама концепция... А давайте принесем мячик... И единственную МБ к ловсу с агилой... Под лучшего убиватора на земле... Это, конечно... Это, конечно, сильно. Я думаю, даже Нагагрыз немножко оторопел с этого. Я... Мне на день рождения никто не делал таких сладких подарков, как Кубакер дал Нагагрызу. Честно. Нагагрыз даже не стал ПОшить. Настолько прям не уважает теперь Кубакера. Ладно. Чатик. Кто может объяснить, что это было? Хотя бы один человек в чате может объяснить? Ну... Понимаешь... Ладно бы ассист меченосцам. Это ассист самым лучшим меченосцем в мире практически был. Потому что то, что показывает Кубакер, это не поддается вот прямо... Я не знаю. Может, Кубакер пьяный пришел играть? Потому что я видел пару игр Кубакера в этом сезоне, например, против мастера Зена. И там он играл несколько адекватнее. Потому что то, что он здесь показывает... Ну, я не буду говорить плохих слов. Я просто скажу... Мне это непонятно. В моей системе, так сказать, координат это не укладывается никак. Я думаю, даже Нагогрыз должен был офигеть от такой халявы. Я уверен в этом. Уж халява была страшная. Как бы то, что волк не откинулся, это чудо. Не стоит забывать про растущую энтропию самоизоляции. Ну, отчасти я, конечно, с вами согласен. Но, блин... Тут ощущение, что человек уже очень давно на самоизоляции, судя по тому, что он делает. Что он очень хорошо соблюдает самоизоляцию. Опасненько. Но больше здесь не будет, конечно. Как же Джага работает на корове, ребята? Да не, ну как раз... Тут с первого хода все, что начал делать Кубакер, вызывало вопросы. Прям с первого хода. Вообще. Просто настолько фири... Он заманивал подмага. Понятно. Это была замануха подмага, Пачаны. Вот в чем дело. Он как бы... Он заманил и разрулил. Понимаете? Заманил и разрулил. Понимаете? Идея-то была, оказывается. А я тут не понял. Это было заманивание на среднеудачных. Да, с расстановки. С расстановки и невыпускания гули. Ой. Ну, окей. Но, в принципе, ногогрызу сейчас не надо очень сильно стараться, чтобы выбить мячик. Хотя, конечно, маг вышел хороший. Конечно, козел-кикер, это интересно. Как бы, сказал бы, типичный ногогрыз. Знаете? Повезло. Очень приятная шестерочка. Гуле не повезло. Вот Гуле теперь явно не повезло, глядя на это. А сейчас, ребятки, после того, как закончится этот матч, ну, мы досмотрим реплей, я вас отправлю к Шпайдеру. У Шпайдера сейчас начинается практически убер-важная игра против Демиурга. Практически за выход в вышку, если уж так говорить. По крайней мере, скажем так, он может Демиурга отсеять от вышки. Вот. А, коровка молодец. Нравится мне корова-ногогрыза. Я сначала ее не признавал, а чем больше смотрю на корову-ногогрыза, тем больше она мне нравится. Хотя я бы, конечно, все равно взял бы блок вместо даджа, но... Я понимаю, что ногогрыз как бы это... Обидно, что Лорд Седрик ушел в нокаут. Залетела шестерочка. Без всяких брейктаклов убегаем. Ну, а как грустно, теперь осталось просто донести мячик за три хода. Звучить несложно. В сложный момент... Да, Ситар, Джага как бы компенсирует простые моменты Блицов, а додж как бы помогает в сложной. Мысль-то понятна. Просто проблема-то в том, что Джага была взята очень-очень поздно, а сколько корова зафейлила до взятой Джаги, страшно просто представить. Я догадываю, что корова до этого момента успела привести как бы три десятка моментов. Кстати, я только сейчас заметил, я просто смотрю на втором экране матч, вот филосорапторы, у которых идея, собственно говоря, философия, стадион называется «Вещь в себе». Мне очень понравилось. Хорошее название прям. Вторая голова больше мтонтаклей. Ну, у коровы-то есть идея, Брайт. Идея коровы – это «Мы едем в клетку». Эта корова как бы антиклеточная. Меня скорее удивило, что Ногогрыз вот на вот этом силовом воине взял к ловсу после горда и силы. Вот здесь-то тентакля точно напрашивалась. Вот что я думаю. О, корова скушает. Гуапа заплатанный. Гуапа получил по самое гуапа. Спасибо, что не умер. Корову-то в красный бить как-то... Ну, у коровы, конечно, нет. Это замануха, ребята. Нет блока – есть додж. Это замануха от коровы. Чувствуете? Корова заманивает и потом на среднеудачных разруливает. Как зовут воина силой? Александр Андерсон. Ну, я помню. Это священник из Хельсинга. Имеется в виду из-за немцы. Прикольный дядька. Приятно, что вкладка удалась. О, корова поехала. В три куба. Пока, падальщик. Ну, корова, кстати, в этом матче дофига импакта дала. По факту. Опа. Как ногогрызто убивает. Только здесь Реген уже не помог. Да, приятно. Ну, тут именно имеется в виду Брайджи сочетание. Брейктакла, даджа, головы и так далее. То есть, это вместе оказывается супервлет в клетку. В этом прикол. То есть, по сути же, своей как бы... Правда, по-моему, Блиц не будет считаться к брейктаклу. Я не знаю. Наверное, нет. Но, по сути, он влетает, как с шестой агилой. Не, он ногогрыз просто... Как я помню, тот воин, который с аурой, ну, точнее, с блокпасом. С блокпасом это был мисклик, а остальное это особенные выборы ногогрыза. Вот. В первом ББ считалось, тут вроде нет. Вот тут не работает. В первом ББ я не знал. Если бы еще рога бы работали, то вообще было бы страшно. Я помню, что про рога была даже статья, где объяснялось, как рога работают вкупе с неустрашимостью, вкупе с брейктаклом. Вот. Воин с блокпасом это идея? Разве? А мне казалось, ты мискликнул. Ну, ладно. Я просто не уверен, что блокпас стоило брать первым навыком. Но сила сильно смотрится брайт. Я имею ввиду, как бы вместе все это собрано смотрится весело. Но давай скажем иначе. Нормальные люди бы взяли бы Коловсу, блок, вот, брейктакл, потом уже какую-нибудь там гард и джагу. Или там, а, СФ какой-нибудь. И все было бы нормально. Просто, ну, Ногогрыз идет окольными путями. Вот. Ногогрыз, он немножко про нестандартный ББ. Вот. А зачем Ситек прибежал? Я не очень понял. Может, Ситек хочет погибнуть? ПОшечка. Да, тут полирнуть стоит. Да, ну, в общем, по сути, 400 тысяч дусментов уже ушли у Кубакера. Он пропустил на своей атаке. Честно говоря, не знаю, что должно сложиться, чтобы Кубакер в этой игре закомбечил. Вопрос в том, напихнет на Гогрыз один мяч или два, или... Правда, плохо встал ассисты на Корову. Пятку правильно прикрыл? О, один-один на подбор. Ну, Кубакер не получит целый один удар от Клавсы. Может порадоваться, конечно. Ну, примерно, как в том моменте с очень страшного кино насчет да ну нахер. Неприятненько. Пытается Кубакер биться, но это очень тяжело делать. Честно говоря, конечно, у Кубакера все очень тоскливо. А, у Кубакера Игорь есть. Игорь, конечно, в этом матчапе вообще какая-то чудовищная разница в командах. О, классный фол. Молодца. Фол идеальный. Слушайте, в дефе Кубакер играет намного лучше, чем в атаке. Уже смотрится намного адекватнее, вам не кажется? Ну, Вот это меня удивляет, конечно. Мне это логически не поддается. Просто Кубакер как-то стал адекватно играть очень поздно. Когда уже как бы... Когда уже шансов стало довольно мало. Ногогрыз хотел посануть Агиле. Понятно. Потому что я отдал ему атаку. Он не ожидал. Да, Ногогрыз ты тоже удивляешь, конечно. Интересное разбитие. Интересное. Ой! Слушайте, у Кубакера еще шара полетела. Активно полетела. Не, ну такими темпами Кубакер может и вернуться в игру. Так между делом говоря. Я бы сказал, Ситар, что они тут все друг друга как-то, как сказать, пытаются перехитрить. По очереди берут и друг друга перехитрят. Опа! А Додж-то сыграл. А был бы блок, он бы упал. Извините, конечно. Не хотелось играть атаку против мага. Ничего не понятно. Ну, здесь просто играют два адбитоса. Хе-хе-хе-хе-хе. В хорошем смысле. Признаю, что в хорошем. Коровка. Вот здесь опасный был удар. Если бы Коровка сейчас пофейлила, то там как бы и на мяч-то можно было сесть. Притом вообще нетрудно. Там даже два куба в мяч было. Не уверен, что Коровкой прям было очень много смысла бить. Я понимаю, что хочется. Но это было опасно. Реально, Коровке кидая 2-2 было плохо. Игрок уровня вышки. Ну, как в анекдоте или по-нормальному? Ну, Кубакер играет нестабильно совсем. Я согласен. Не, ногах раз хороший игрок. Раскачка, конечно, на любителя, мягко скажем. А я не любитель. Вот. Но... Клавса пошла в бой как-то поздновато. Ну, скажем так. Если бы глядя по этому матчу, лучше уж ногогрыз пойдет в вышку, чем Кубакер. Ой, слушай, Брэй, если играть постоянно ладер, постоянно смотреть игры Руба Бэлла, то как бы какие хорошие 5-5 в красное. Силы шведа почти. Уже как бы ничего безумного особо ты не видишь. Понимаешь, когда ты видишь там чёрка с подскоком тенью, или там ещё, ты уже смотришь, типа, ааа, ну, нормально, стандартно всё. Меня уже очень тяжело удивить в Бладбоуле. Прям вот... Многогрызу иногда ещё удаётся, конечно, с его вот блокпассами там. Но тоже редко уже. Уже как данность, типа. Я уж как ситар. Я уж как ситар могу оправдывать иногда людей на эту тему. Многогрыз художник, он так видит. Многогрыз. Вот коровка, наконец, привезла. Не сильно привезла, но всё-таки. Слушай, какой хороший пробой пошёл у Кубакера. Очень поздно пошёл, но всё-таки. Я просто думаю, что если бы Кубакер бы с пяткой, с взяткой, и бил бы Клавсой на своей атаке, он бы уничтожил Ногогрыза. Но по какой-то неясной, никому непонятной причине Кубакер избрал другой путь. Серьёзно, если бы Кубакер отыгрывал бы хотя бы на уровне, я не знаю, там, Кенайта, например, то он бы вообще Ногогрыза бы уничтожил в первом тайме. Но всё, что он делал в пробой, сейчас тем более такой пошёл. А с таким пробоем во втором тайме, то он бы просто доел бы Ногогрыза. То есть, честно говоря, уже не похоже на то, что Ногогрыз забьёт. Тут Кубакер ещё вполне может как бы и волком догнать, и ещё там поискать чё-нибудь такое. Тут шестёрку надо найти по-хорошему. Да, я согласен. Абсолютно разные тренеры. Насколько адекватно Кубакер играет сейчас, насколько неадекватно он играл в первом тайме. Это удивляет, конечно. В этом нет никакой логики, понятное дело. Да. Вот сейчас Кубакер почти не делает даже лишних движений. Как бы это странно не звучало, всё делает правильно. Прямо вот прям пнуть не за что. Может, реально последствия коронавируса, например, и изоляции? Вдруг Ситар прав? Честно говоря, если бы у Кубакера чуть меньше было бы по нему пробоя там в какой-то момент, или ещё если было бы два волка, например, Кубакер сейчас мог бы даже за ничью играть, мне кажется. Ну чё, Ногогрыз идёт забивать, надеюсь. Да. Ну то, что, то, что Кубакер, понимаешь, если бы Кубакер играл бы в первом тайме так же, как играл во втором... Ой, Ногогрыз... Так, ну вообще-то, между делом говоря... Между делом говоря, это все шансы на гол. Это все шансы на гол. Вот сейчас теперь запахло... Эй! А может, стоило дать Блице идти вперёд? Может, стоило дать Блице идти вперёд? Ну ладно, ладно, ладно. Волк вроде... Так, рерол последний. Последний рерол уходит. Ну, або Кубакеру осталось только добежать-то по-хорошему. Плохо, что рерол сразу ушёл. Меня в этот момент порвало, но я догадываюсь на ГГРС. Надо докидать ГФИ. Хотя, в принципе, ладно. Опа. Козёл-то добегает. Да? Кубакеру надо было делать Блиц, блин, Вайтом и бежать вперёд на гол. Определённо надо было. Я не знаю, мне не понравилось. Я бы давал Блиц Вайтом и забегал бы на гол. Ну чё, вопрос найдёт на ГГРС или не найдёт? Нашёл. В этом плане на ГГРС заходит. И, честно говоря, практически идеальная серия скаттеров. Надо было делать одной ГФИ волком. Да. Это тоже правда. Кубакер очень близок был к... Ну, у него даже сейчас остаются шансы. Но Кубакер был очень близок. Чуть-чуть разумнее сыграй. Чуть сильнее. Ну, нет. Здесь надо было, короче... Делать додж Гулёй. Блицовать Вайтом. И подбирать Волком и убегать, наверное. Или Волком убегать. А Вайтом подбирать. Ну, чё-нибудь такое, короче. Это, по-моему, худший вариант. Он хочет Гулёй подобрать, но без Верола, типа... А, нет. Он вообще подобрал Волком. Ладно. Только в ГФИ надо кидать. И ещё. Надо было ещё кидать. Зря не кину. Вот здесь уже, тем более, всё равно абсолютно. Тебе так и так надо было покидать ГФИ? Не знаю. Ну, я вообще не понимаю, что делал Кубакер в первом тайме. Я просто уточню. То, что делал Кубакер в первом тайме, вызывает у меня какое-то недоумение. Ой, Ногогрыз. Рерол. Повезло. Гуля вроде не добегает. Нет, добегает, добегает. Опасно. Правильная игра от Ногогрыза. Мне нравится. Это хорошая игра. Молодец, Ногогрыз. Ну чё, выталкивать с поля надо. И надеяться на хороший скаттер. И потом на то, что гуля за доджик 4 плюс, 3 плюс и подберёт. Может, Ногогрыз стоило ещё ГФИ назад делать, но это не точно. Ну ладно. Сейчас всё решит скаттер. Ну... Как бы... Два ГФИ ещё. Так, ну теперь подбор зомби и пас чудо. Чё-то не произошло. Ну матч вышел интересный. По-своему, конечно. То есть, если первый тайм был просто безумный, то второй тайм был уже прямо на порядок прикольнее. Многогрыз, правда, пробой, конечно, был на самом деле действительно очень хороший. Вот. Ну Кубакер, то что отскочил я... В какой-то степени. В какой-то степени, думаю, ты прав.